Уважаемые зрители, мы продолжаем цикл видео, посвященных получению легальных миграционных статусов Польши. В предыдущем видео мой коллега Константин Астахов рассказал о получении карты поляка. Ссылку на это видео вы найдете в описании. А сегодня я расскажу о такой миграционной процедуре, как получение карты Сталега по быту на основании карты поляка, пройдя которую вы станете еще на один шаг ближе к польскому гражданству. Меня зовут Вадим Вильде и я приветствую вас на канале International Expert. Карта Сталега по быту – это статус ПМЖ, который позволяет иностранцу постоянно пребывать на территории Республики Польша и в отличие от карты поляка, вам для этого не потребуется национальная виза Д. Поговорим о преимуществах, которые доступны обладателю карты Сталега по быту. Прежде всего, это перспектива получения польского паспорта. Всего через 12 месяцев проживания в Польше с картой Сталега по быту вы можете подавать документы на польское гражданство. Кроме этого, вы вправе свободно путешествовать по всему ЕС и странам Шенгенской зоны. На льготных условиях оформлять визы в США и Канаду. У заявителей с картой Сталега по быту гораздо больше шансов получить разрешение на въезд. Получать пособия от польского государства. В том числе, право на финансовую помощь имеет супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с заявителем на территории Польши. Открывать счета в польских банках и оформлять кредиты на более выгодных условиях в сравнении с иностранцами. Бесплатно обучаться в польских вузах на условиях, доступных польским гражданам. Трудоустраиваться в Польше без дополнительных разрешений. Условия для получения карты Сталега по быту регламентируются нормами закона Польши об иностранцах от 12 декабря 2013 года. В соответствии с которым оформить ее вы можете в любой момент, главное проживать в Польше. Данный статус заявитель получает бессрочный, а сам документ, пластиковую карту, необходимо обновлять каждые 10 лет. Рассмотрим пошагово процесс оформления карты Сталега по быту. После сбора документов потребуется зарезервировать дату и время на сайте Ужонда. Управление по делам иностранцев по месту вашего проживания в Польше. В назначенный день вам следует прийти в Ужонда, где чиновник проверит документы и сразу поставит в паспорт отметку. Печать, которая подтверждает, что у вас приняли документы и дает вам право находиться в Польше до момента получения пластиковой карточки, даже если срок пребывания в стране истек. По закону срок изготовления документа 1 месяц. Когда решение о присвоении ПМЖ принято, заявитель получает децизию. Письмо, подтверждающее ваш новый статус в Польше. О том, что письмо отправлено по адресу проживания, заявителю придет уведомление в SMS-сообщении или на электронную почту. После получения децизии вам необходимо снова обратиться в Ужонд и предоставить документы, которые потребуются для изготовления пластиковой карточки. Обращаю ваше внимание, что после выдачи карты Сталега по быту, карту поляка аннулируют, так как в ней больше нет необходимости. Как я уже говорил раньше, через один год после получения карты Сталега по быту и проживания в Польше, у вас появится возможность подавать документы на получение польского гражданства. Подробнее об этом расскажет мой коллега Константин Астахов в следующем видео. Не пропустите! Уважаемые зрители, любая миграционная процедура требует тщательной подготовки и знания всех юридических тонкостей и нюансов. При участии специалистов компании International Expert вы будете чувствовать себя гораздо увереннее и спокойнее, а желаемый результат будет достигнут. Контакты для связи с юристами вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик. С вами был Вадим Вильде, до скорой встречи на канале International Expert. Субтитры создавал DimaTorzok